Легенда учений такова. В результате землетрясения повреждены коммуникации предприятия и произошел выброс аммиака. Здесь его немало – 8 тонн. И этого количества достаточно, чтобы ядовитое вещество распространилось по всему микрорайону, навредив и жителям, и экологии. Переход на другие виды кладагента не планируется, так как технологически это невозможно. Поэтому приходится работать на кладагенте аммиак. В принципе, у нас ежеквартально, ежемесячно проходят тренировки и учения. У нас есть свои шесть формирований нештатные, которые постоянно проходят и обучение в специализированных центрах, и также тренируются на территории предприятия. На этот раз учения были комплексные. По всей России 1 и 2 октября проводятся тренировки по ликвидации ЧАЭС техногенного и природного характера. В Сочи задача всех сил и средств города – не допустить распространения отравляющего аммиака. Он нейтрализуется обычной водой. В учениях задействованы пожарные, медики, специалисты горгаза, электрики и муниципальная служба спасения. Мы проверили действия муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС. Все показали довольно-таки уверенные действия в ходе этой тренировки и учения, в том числе по ликвидации техногенной аварии техногенного характера. Мы уже проводим учения, скажем так, для того, чтобы быть готовности. Но она никогда не выйдет от аммиак, потому что самая система предусматривает, при аварии блокируется и он остается в самой системе. А это значит, что жителям микрорайона Донская ничего не грозит. Даже в случае реального возникновения чрезвычайной ситуации на предприятии, никакого вредного воздействия на окружающую среду не будет. Вообще, для растворения аммиака в воздухе достаточно 20 минут. И учения проводятся для того, чтобы все оперативные службы города могли его ликвидировать правильно и быстро. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.